Доброе утро, это Эко Стив. Мой адрес сейчас в левом верхнем углу. Возьмем старые бывшие употребления потолочные светильники примерно 60 на 120 сантиметров и снимем с них держатели ламп, электрические части и все остальное. Я утеплил место установки, закрепил металлическое корыто так, что оно утоплено внутрь дома. Изнутри запенил пенофлексом. Вход воздуха будет сверху и далее соединяем все с трубами внутри дома. Как видите, я промазал углы мастикой, чтобы через них не выходил воздух. Все отверстия я заклеил. Можно просто заклеить их алюминиевой скотч-фольгой. Внутри закрепляем пенопластовую рамку. Снаружи она со всех сторон покрыта алюминиевой фольгой, а внутри пенопласт. Получается, я просто выложил по периметру легкую рамку 60 на 120 с изоляцией. Следующим шагом будет заклеить все края скотч-фольгой. Задняя стенка покрыта фольгой и я сделал отверстие. Три здесь, одна здесь, три здесь и еще одна вот здесь. Она еще немного подсохнет, сверху положим стекло и, в общем-то, вот так она будет выглядеть. Это одна из панелей солнечного нагревателя. Все покрашено в матовый черный цвет. Сейчас краска блестит, но она будет матовой. Почему красим в матовый черный? Конструкция должна поглощать солнечный свет, а не отражать его куда-либо. Один момент, и я покажу вам, как устанавливать отдушины. Итак, вот как мы делаем отдушины. Попросту, это две части. Материал можно найти в любом строительном магазине. Я собираюсь отрезать кусок от ПВХ трубы. В моем случае это 2,5 дюйма. Входит и сюда, и сюда. Так что будет как сэндвич. Так, когда я поставлю сверху стекло, через эти отдушины воздух пойдет в дом. Диаметр отдушин подобран под диаметр труб в доме. Так что мне останется только соединить их. Если не боитесь, можете просто отрезать кусок ПВХ трубы ножовкой по металлу. Отмеряем нужную длину. 2,5. Не делайте больших отступов, потому что понадобится много таких маленьких частей. Просто пилим по черточке. ПВХ легко пилится обычной ножовкой. Хорошо. Почистим края изнутри и снаружи. Получается, одна часть одевается сюда, другая вот сюда. И внутри солнечного коллектора они соединятся с сэндвич. Обе части садятся на трубу плотно. Но я посоветую все-таки использовать клей для пластмасс, чтобы быть уверенным, что все части крепко соединены. После того, как вы установите коллектор на стену, вам не захочется его снимать. Намажем клеем изнутри. Этот клей может долго не засыхать, но только пока нет контакта поверхностей. Приготовьте молоток. После того, как соедините, нужно будет работать быстро. Надеваем сверху и просто вколачиваем. Теперь эта часть приклеена крепко-накрепко. Далее нужно вставить отдушину в солнечный коллектор. И молоток положите под рукой, поскольку как только трубки будут намазаны клеем, нужно будет работать быстро. Времени будет мало. Берем обе части, клей мы уже намазали, и напоминаю, работать надо быстро. Содняем и давим, держим пару секунд. Готово. Красиво и держится крепко. Я только что покрыл поверхность краской и старался побыстрее плотно прижать части, чтобы не ободрать краску вокруг. Вот так делаем отдушины. Я потратил 39 центов на каждую часть, плюс 6 баксов на 2-дюймовую ПВХ трубу. Опять же скажу, что в доме я соединю коллектор с 2-дюймовой трубой. Так что будет замечательно. Это лист крашеного сайдинга. Это может быть лист профиля для отделки промышленных зданий или что-то вроде того. Устанавливаем профиль внутри коллектора так, чтобы осталось место и сверху, и снизу. Сейчас я прикручу его шурупами в четырех местах. Там, там, там и здесь. Просто чтобы удержать профиль на месте. Поскольку воздух в солнечный коллектор будет входить здесь, и проходить вот здесь, здесь и здесь у нас отдушины, будет четыре потока воздуха. Так же это будет немного сдерживать поток воздуха. А еще, утром, когда солнце поднимается, оно будет нагревать боковые грани профиля, и затем передние. Так что профиль будет нагреваться. Двигаясь по небу, солнце всегда будет греть профиль. Вот так. А черные краски на боках. Меня спрашивают, зачем я крашу бока в черный цвет, а не оставлю просто фольгу, чтобы она отражала свет и тепло солнца отсюда сюда. Моя задача была промазать каждую щель. И к тому же, я не хотел бы, чтобы что-то привлекало внимание. Не хочу, чтобы из коробки что-то блестело. И не хочу терять тепло изнутри коробки. И давайте ставить стекло. Хочу заметить, что я не покрасил пидопласт с этой стороны, потому что хочу эту сторону тоже покрыть мастикой. Здесь мастика будет работать так же, как с металлической поверхностью. По всему периметру я оставил голый пенопласт, и когда я покрою его мастикой и поставлю стекло, вся конструкция станет более жесткой. Так пенопласт лучше держит мастику. Снаружи верхний край будет закрытой виниловой пленкой. Вначале для того, чтобы заклеить края, и далее по кругу. Будет хорошая изоляция, и внутрь не будет попадать влага. Приступим. Берете стеклорез, обязательно наденьте защитные очки, перчатки, и убедитесь, что работать безопасно. А так кто знает, как все может пойти. Передвигайте стеклорез по линии. Вы услышите монотонный звук, что-то вроде... Если придется передвигаться, продолжайте давить на стекло с той же силой. Готово. Эта часть отрезана. Теперь отрезанную часть нужно отколоть. Я покажу, как это сделать. Убедитесь, что ваш помощник отвернулся, чтобы ему не попало стекло в голову. Легонько стукну по стеклу, и оно откалывается. Не наступить. Это что, духи? Какие-то духи. Я бы не стал пробовать. Не пробуйте духи, не смотрите на небо с открытым ртом. Хорошенько очистите стекло, ведь это последний шанс протереть его перед приклеиванием. Переворачиваем. Покрываем чистящим средством. Не экономьте на салфетках. Не используйте одну единственную, чтобы очистить все 14 поверхностей коллекторов. Эй, тебе бы перчатки надеть. Ты в порядке? Да. Где у нас аптечка? Пришло время промазать периметр солнечного коллектора мастикой. Я не буду экономить, поскольку снаружи углы будут закрыты виниловой пленкой. И это скроет все возможные огрехи. Когда работаете с мастикой, лучше не торопиться. Подходя к углам, двигайтесь медленно, чтобы мастика не полетела мимо на пол или на ботинки. Готово. Ослабим пистолет, чтобы содержимое не порезало наружу и не устроило бардак. Далее я собираюсь поставить сверху стекло. Маленький кусок пойдет на конец. Всегда проверяйте, что обе стороны хорошо очищены, потому что после приклеивания вам стекло уже не протереть. Приложите стекло и постарайтесь не двигать его сильно туда-сюда, потому что оно может приклеиться так, что будет торчать за пределами. Берем это стекло, ставлю и буду медленно двигать его, пока оно не встанет на место. И бросаю. Следующим шагом будет наклейка виниловой ленты. И снова скажу, когда люди делают это своими руками, не стоит ругать себя сильно, если получится не идеально. В любом случае, это будет выглядеть очаровательно. Просто старайтесь делать как можно лучше. Аккуратно с углами. Вот сюда будут установлены солнечные коллекторы. Старую раму я проклеил той же фольгой, что и в солнечных коллекторах. Это то, что вы видите снаружи. А внутри у нас в этом кабинете библиотека. За стеной стоят шкафы с книгами и система ПВХ-труб. Нижний для забора воздуха, и через верхний теплый воздух будет поступать в разные комнаты. Вот так. Как видите, получилось шесть готовых солнечных воздушных коллекторов. Один, два, три, четыре, пять. И вон там шестой. Вот эти пять встанут в секцию здесь. Я проделаю отверстие сквозь имеющиеся рамы вот здесь, в самом низу. Сверху уберу стекло и поставлю пенопластовую панель, чтобы было плотно. Просверлю отверстие ПВХ-трубом сверху так же, как и снизу. Проделаю отверстие здесь. Потом дальше в пенопластовой панели, внизу и вверху. Промажу мастикой и деревянную раму, и пенопластовую панель внутри. А дальше внутри дома уже разведены трубы для воздуха. Вот как оно получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...